Рыба на нерест, а браконьеры на промысел. В регионе в самом разгаре весенний сезон охоты на незаконных рыболовов. Рейды, причем в разное время суток, на водных просторах Ярославской области проходят каждый день. С начала нереста 15 апреля и продлятся проверки до 2 июня. В одну из них отправилась наша съемочная группа. Слон рыбы с берега. Ключевое слово с берега. На поплавочную либо донную удочку количеством крючков не более двух. Не один. С берега. Этот рыбак отделался предупреждением. Штраф, скорее всего, получат молодые люди, нарушители водоохранной зоны. Слишком близко к реке припарковали свои автомобили. Норма 100 метров. Гораздо больший урон могут нанести те, кто ставит сети. Дело это уже уголовное. И здесь вечерний сумрак очень часто верный помощник браконьеров. Для того, чтобы человеческая жадность не помешала замыслам природы, в рейд инспекторы отправляются с заходом солнца. Вот они его перекрыли, повдоль. 90-метрового китайского производства сеть. Рыба в сеть попадает гораздо быстрее, чем нарушители в руки сотрудников рыбоохраны. Поэтому задача инспекторов еще и убирать незаконные снасти. Причем максимально быстро. Еще одна густерочка. Сейчас густера, кстати. Единственная из рыбы осталась, которая не отневестилась. В нескольких метрах от свежеустановленной сети два рыбака. Но доказать, что это преступление совершили они невозможно. И аргументы у любителей рыбной ловли, что называется, железные. Доказательством нарушения закона могут стать кадры, ради которых сотрудники рыбоохраны и прокуратуры иногда часами в прямом смысле сидят в засаде. Чтобы не спугнуть браконьеров, близко не подходят. Видео снимают через бинокль. Интуиция не подвела. Рыба спасена. На водных гангстеров заведут уголовное дело. А вот этим повезло чуть больше. Короче, вовремя успели, да, вам не дайте кто-то с таким? Да, мы ничего не снимаем. У нас лодка как валялась. Давайте. У нас сейчас лодка на изятие, сеть на изятие пойдет. Но право нарушений все же совершено. За сеть придется заплатить штраф. Пока сеть сухая, преступление еще не совершено. То есть пока это не уголовное деяние. Как только сеть попала в водный объект, это уже является предметом совершения уголовного правонарушения. За последний год почему-то количество браконьеров довольно резко снизилось. Но все же уголовных дел против браконьеров за месяц возбуждено 33. Кроме того, пресечено 350 фактов незаконной добычи рыбы. Анна Мельника, Андрей Кабанов, Вести, Ярославль.